Доброе утро, дорогие телезрители областного телеканала АЭС. Сегодня 4 апреля, среда середины недели. И на этой середины недели в этой студии утреннего шоу «Барабан» сегодня Ян Клатиева и Игорь Дяволс. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о том, что новый возраст – это новый этап в жизни и новый повод для того, чтобы освоить что-то непривычное для себя и интересное. Ну а сегодня любое покорение, кстати, может назвать себя продвинутым. Особенно восхищают наши бабушки и дедушки, которые играют на компьютерах, постят фотографии в социальные сети и пишут смс-ки в разные мессенджеры, чтобы не забыли надеть шапку, допустим. Тебе такое писали? Писала мне бабушка, да, пишет каждое утро. А еще помимо всего этого, отрадно, что пока молодежь спит по утрам, их бабушки и дедушки успевают не только пирожков напечь, но и на фитнес сходить, или на утреннюю пробежку, а может быть и сделать с нами утреннюю разминку. Доброе утро, друзья! С вами персональный тренер Анастасия Шимохина и второй тренер проекта Анжелика Семененко. Готовы просыпаться вместе с нами? Тогда поехали! Сегодня мы с вами сделаем функциональную тренировку с балансированием корпуса на одной ноге. Сейчас фиксируемся с вами на правой ноге максимально. Напрягаем мышцы кора и вытягиваемся хорошо за левой ногой назад, руками вперед. Возвращаемся в исходное положение. Руки вытягиваем вверх, колено хорошо подтягиваем. Груди вытянулись. И вернулись в исходное. Шесть. Вверх. Пять. Вверх. Четыре. Вверх. Три. Вверх. Два. Вверх. Один. Хорошо. Аккуратно увели руки в сторону и выполняем движение отведения бедра в сторону левой ноги. Восемь. Семь. Держим баланс. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И добавляем с вами сгибания колена. Отвели в сторону. Колено. В сторону. Колено. В сторону. Колено. Стараемся максимально держать баланс. Колено. Хорошо. Еще четыре. Колено. Три. Колено. Два. Колено. И заключительные. Один. И постарайтесь задержать баланс на несколько секунд. Хорошо. Смена ноги. Ченж. Переносим с вами вес на левую ногу. Максимально также напрягаем мышцы коры. Втягиваем живот. И вытягиваемся с вами назад. Восемь. Вверх. Семь. Вверх. Шесть. Вверх. Вверх. Пять. Вверх. При этом стараемся максимально напрягать бицепс бедра и ягодицы на опорной ноге. В данном случае это левая. Хорошо. Руки в стороны. Отведение. Готовы. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И добавляем колено. Отвели. Колено. Отвели. Колено. Отвели. Максимально с вами прорабатываем мышцы стабилизатора. Хорошо. Еще четыре. Три. Два. И заключительный. Один. Ну что, проснулись? Всех еще раз добрым утром. Пока-пока. С каждым годом люди в возрасте с цифрой в паспорте 50 плюс становятся все активнее. И даже на обложке плейбоя впервые появилась модель в возрасте 67 лет. Ну, кстати, в Иркутске тоже есть такая группа моделей элегантного возраста. Одна из этих групп сегодня появится в студии у нас в гостях. Они действительно восхищают и имидж меняют, и в показах участвуют, и очень активно следят за своей внешностью и, конечно, за своей фигурой. Правильно питаются, делают утреннюю разминку вместе с нами. А ведь любой человек знает, что залог хорошей фигуры не только утренняя разминка, но и правильное питание. Так что предлагаю правильно позавтракать. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты, пел Виктор Роберт Ильич Цой, насколько я помню. Ну, а наш герой, сегодняшний шеф-повар кулинарной студии Анетти Алексей Васильев. Доброе утро. Доброе утро. Что мы будем делать, мы сегодня на завтрак, спрашивают уже с той стороны крана. Мы сегодня с тобой сделаем такой оригинальный салат с морковкой и келятиной. То есть, нечто восточное мы будем делать. Пан-азиатское куфри. Ну, да. Окей, давайте начнем. Начнем мы с того, что нам нужно порезать цукини. Слушайте, хорошо, да, сейчас наше время. Раньше, лет 10 назад, попробуй-ка найди цукини. А я пока займусь обжаркой телятин. Как ты видишь, она у меня уже замаринованная. Здесь немножко соевого соуса и растительное масло. Также у нас есть острая морковка, она тоже замаринованная. Морковь, острый маринад для моркови. Вот так вот, да? Также нам понадобится кунжут и кунжутное масло. Но это уже в конце, когда жарить, мы будем, конечно же, на растительное масло. Морковь, острый маринад для моркови. Простите. Морковь, острый маринад для моркови. Морковь, острый маринад для моркови. Довольно сочный такой салат. М-м-м. Сюда же закладываем морковь. И вот сейчас как раз мы будем добавлять нашу масло. Притом там мяса очень много. Такое, чуть-чуть, для аромата. Чувствуешь, да, прямо запахло кунжутом? Да. И на этом этапе можно добавить немножко внутрь кунжута, чтобы в салате в самом было. Друзья, ну все. Море волнуется раз, море волнуется два. Море волнуется три. Мясная фигура заври. Нам остается лишь пожелать вам хорошего дня и приятного аппетита. Мне кажется, наше поколение в таком возрасте точно будет постить видео с дискотек под между нами тает лед. Или выкладывать в сторис рецепт каких-нибудь детокс-пирожков. Ну, это твоя будет перерогатива, точно. Да, но пока что, к сожалению, не все люди умеют пользоваться интернетом, гаджетами и тем, что вот у нас находится под руками нашими мобильными устройствами. Но, к счастью, есть такие курсы специальной группы для людей элегантного возраста, которые позволяют им научиться и разобраться в любом смартфоне и во всей сети интернет. Ну, я предлагаю, кстати, об этом подробно поговорить с нашими утренними гостями. Сегодня у нас в гостях Татьяна Дмитриенко, начальник отдела информационно-технологического обеспечения учебного процесса Иркутского национального исследовательского технического университета и преподаватель курса «Бабушка онлайн». А также Анастасия Говорова, начальник отдела по связам с общественностью администрации города Иркутска. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим как раз-таки про курсы «Бабушка онлайн» и не только про эти курсы. Вообще, есть замечательный проект «Старость в радость» и огромная вам благодарность и от нас, и от всех жителей Иркутска-Иркутской области за то, что вы его организовали. И за то, что он есть, существует, живет и привлекает. Все больше и больше внимания, да. Спасибо. Спасибо вам. Смотрите, какие в этом году еще будут организованы курсы помимо «Бабушки онлайн»? Что еще нас ждет? Ну, в этом году у нас вообще в рамках проекта «Старость в радость» уже действует помимо курса «Бабушка онлайн» это курс «Бабушка гламур, уход за собой», «Фитнес-бабушка», «Йога-бабушка», «Бабушка-полиглот» — это иностранные языки. У нас бабушки изучают английский, немецкий, французский, даже китайский языки. У нас есть рисунок с нуля «Танцующий город». Мы также обучаем бабушек и дедушек шахматами. В этом году у нас есть задумка, бой, у нас обычно осенью стартует новый курс и не весной, запустить курс «Театральная бабушка». Название мы еще, конечно, обсуждаем, партнеров мы еще ищем, но уже задумка такая есть. Когда нужно будет записаться и какие условия, да, чтобы принять участие в этом проекте? Запись у нас проходит всегда два раза в год. Вот сейчас у нас прошла запись в феврале, и наши бабушки, дедушки, они уже идут заниматься. Вот у нас с конца марта и апрель будет старт занятий. Ближайшая запись у нас будет проходить в августе, 1, 2 и 3 августа. Запись проходит на Марата-14, это здание правобережной администрации. Да, со всего города к нам приезжают и записываются. Условия записи у нас несложные, это возраст старше 55 лет и прописка на территории города Иркутска. То есть из области пока что невозможно приехать в Иркутск? Нет, невозможно. Этот проект полностью... Для жителей города Иркутска? Он финансируется за счет бюджета города Иркутска. А планируется ли в других городах открывать такие же проекты? Или поделиться опытом, и только тянет. Могут поделиться опытом, и сказать, ребята, вот смотрите, как у нас здорово. На самом деле, посмотришь на эти... Ну бабушками не зовешь этих людей, неправда. Они не бабушки, не детушки. Какие бабушки? Они гиперактивные у нас, они вообще очень молодцы, мы их очень любим. Это наши бабулечки и дедулечки, мы их называем на самом деле. Смотрите, мы с удовольствием делимся опытом. У нас, я знаю, что в Иркутской области уже открыты курсы наподобие бабушки онлайн в городе Ангарске. А в городе Иркутске также существуют подобные курсы на базе библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Знаю, что такие курсы есть и в Западной России, то есть проводятся. Но в основном это компьютерные курсы бабушка онлайн. Иметь такой спектр курсов может только город Иркутска. Да, вообще, я вот прям гаражусь городом Иркутска, мне просто так это говорю, потому что, ну, это единственный город в России, где, вот, я сейчас ни в коем случае не собру, что в одной из мессенджеров можно пожаловаться, что плохо заасфальтировано, допустим, Иркутска. Я знаю, что многие чиновники прям боятся этой группы, правда. Мы не только принимаем жалобы, но мы их и выполняем, мы стараемся. Я про что и говорю, что прямо напрямую, это очень здорово, правда, сколько примеров таких. И вот за бабушками, ну, на самом деле это правильно, потому что те, тот регион, да, тот город, который пожилым людям, не хочу сейчас оскорбить никого, но пожилым людям относится с любовью, с уважением и с пониманием, то тот регион и способен на какие-то такие вещи. То есть мы, самое главное, что вообще везде, да, во всей культуре у народов, это отношение к детям и отношение к людям, которые для тебя всю жизнь работали. Это самое главное, то есть это нормально, это у нас в России из-за этого потом, ну, какой-то начинают подвиги, вот, неправильно, так должно быть. Ну, стараемся. Ну, проект действительно, он уже вот с 2009 года существует, у нас вот на всех курсах обучилось более 40 тысяч человек, вы представляете, 40 тысяч человек. Это мы их почти каждый знаем и помним, и стараемся, как бы, то есть о них не забывать. Они постоянно на связи остаются, это просто, ну, вот, как бы, это наши люди. Это уже большая семья. Мы общаемся, встречаемся, да, я немножко по курсам бабушки онлайн. Да, давайте. Я с 2009 года, вот, буквально у истоков, встаю курсов бабушки онлайн, первым откликнулся политех, именно на призыв администрации городской, и вот уже почти 10 лет мы учим. И вот действительно, столько людей обучили компьютерной грамотности, вы не представляете, вот действительно, человек приходит с нуля, он боится компьютер, он не знает, как нажать на эти кнопки. Дети, внуки, им некогда, им не хватает терпения объяснить. Я начинаю сразу психовать. И вот даже, я не знаю, я по себе знаю, да. И они это все говорят, что как у вас хватает терпения повторить 15 раз все, это чтобы было понятно. Они учатся, вот действительно, это такой вот живой отклик, это такой, в принципе, от них энергетика идет назад, вот к тебе возвращается. И люди учатся, мы учим не только вот создавать текстовые документы, работать с почтой, учим в интернете. Я вообще сторонник, прежде всего, практичный такой, полезный интернет, безопасный. Учимся создавать личные кабинеты, записываться к врачу, люди не молодые, понятно. Учимся искать дешевые лекарства, билеты в театр, билеты, допустим, на самолет и так далее. Очень много всего полезного в интернете. Ну и плюс, конечно, для души скачиваем книги, музыку. Как вот та бабушка у нас известная, да, в Братске, которая всех недавно поразила, столетняя, мы также делаем плейлисты музыкальные к Новому году, вот делали в предыдущей группе, фильмы скачиваем на Ютьюбе. То есть, в принципе, вот все, что их интересует. Ну и, конечно, соцсети те же, очень-очень широко пользуются. Вопросы самые такие, вот, помогите, как научите. Как поставить двойку, чтобы меня не снимать, да, в одноклассниках? Как ставить фото в однокласснике, допустим, как личный кабинет, вот, на госуслугах, у кого-то не получается еще что-то. Ну вот все это делаем, конечно. Конечно, регистрация, ну, начиная, понятно, с Одноклассника, ВКонтакте. Ну, в общем, с ними очень интересно работать. Слушай, мне вообще кажется, что вот бабушки, да, вы говорите, и дедушки, мне кажется, дедушек там поменьше, и они на расхват. Дедушек всегда мало, дедушек всегда мало. Ну, буквально у нас, ну, 3-4 человека на пол. Я просто, я видел как-то на танцах. Всегда мужчин меньше. Да, дедушек раздирали бабушки. Давай, я с ним. Там чуть ли не запись была. На самом деле, да. Я смотрел на эту дискотеку, да, вот, и думал, боже мой. Ну, вы что, бальная книжечка? Нет, просто они прям как обычно. Ну, знаете, как отрывались эти люди. Извините за слово, отрывались, да, ну, там столько энергии было. Так танцевали, так, вам все здорово. Это же самое классное время, это пенсионный возраст. Это уже свободные люди, да. Они себя реализуют, как хотят, то есть, они хотят, пошли на танцы. Захотели, они пошли на рисунок с нуля, научились рисовать. У нас вот, допустим, ну, приходят абсолютно, они боятся бумаги. Вот мы недавно буквально обсуждали, как развить дальше этот проект. Они боятся бумаги. Они начинают, вот первое занятие, они просто рисуют, вот, что они видят, как они хотят. Пускай это будет некрасиво. А затем из них просто преподаватель вот вытаскивает вот это, вот это творчество просто проявляет. Вообще, вот в этом проекте «Старость в радость преподавателей» это наше все, это наше золото. Это надо найти, то есть, того человека, который найдет контакт с бабушкой, с дедушкой, то есть, научит. Есть, конечно, определенные программы, которые мы задаем, что должны какие темы изучить на определенных курсах. Но все равно подход преподавателя, он очень важен в этом возрасте. Это еще психологически очень сложно. Конечно. Не зря же говорят, что все-таки те же дети. Конечно. Тоже и так же капризничают. Ну и свое настроение. Ну вот у меня давление, да, допустим, бывает. Я уже такой радостный. Вот, и я это прекрасно понимаю. Поэтому, хочется сказать вам огромное спасибо. Они действительно, как дети, вот непосредственно не так переживают, когда что-то не получается, или когда они что-то не понимают. Им так и стыдно одновременно, видишь, успокаиваешь как-то. Ну, действительно, когда у кого-то давление, где-то, ну, посидите уже, не делайте, допустим, там, погуляйте, водички попейте уже. Вот эта поговорка «старый, что малый» здесь не подходит. Малый, что взрослый. На самом деле, потому что, правда, ну, эти люди, вот это не старость. Это не старость, да. Если старость должна быть такой, пусть она будет именно такой, ребята, тут, правда, совершенно. Обидивный, да. Спасибо вам большое. И спасибо вам от всех тех, от всех тех, кто к вам ходит, кто вот сегодня, наверное, пойдет и, может быть, будет записываться к вам, потому что мы видели этих людей, у них горят глаза, они хотят жить. Это самое главное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, в эфире областной телеканал Аист и новая рубрика утреннего шоу «Барабан. Умные вещи». В современном мире развивающихся технологий очень большой выбор цифровой техники, в том числе и телефонов. При таком большом выборе очень сложно определиться и выбрать ту самую вещь для себя. Сегодня мы поможем вам с выбором и расскажем про функции тех или иных телефонов. Сергей, рубрика у нас называется «Умные вещи». И, как по мне, все-таки самые необходимые вещи в нашем обиходе – это умные сотовые телефоны. Но как их выбирать, многие не знают, потому что, когда мы приходим в магазин, их просто большое множество. И с чего начать? Ну, прежде всего, нужно знать, что мы хотим от смартфона, да, потому что мы пользуемся им каждый день, каждую минуту. Что многие люди либо учатся только, да, приобретая смартфон. Студенты есть, кому нужно также работать с офисом, с офисными приложениями. Ну и, наверное, возьмем третий сегмент – это те, которые не расстаются со смартфоном, путешествуют по миру. То есть, где нужна быстрота действий, камера отличная, ну и, опять же, влагозащищенность. Хорошо, давайте пойдем с первого сегмента. Это у нас подростковая категория. Металлический корпус – отличная камера. Опять же, на задней панели у нас сейчас уже имеется Touch ID. Для чего, опять, нужен? Он разблокирует устройство, да, то есть можно заблокировать и разблокировать одним нажатием пальца. То есть, уже устройство защищено. Да, конечно, все защищено. Как я понимаю, этот телефон очень хорош для своего ценового сегмента. Но что касается его производительности, процессора, возможно, памяти и насколько он прочный. Корпус здесь металлический, как раз таки, то касаемо падений, как раз таки будет отлично спасать от этого. Защищен по краям также полностью тем же металлом, потому что корпус у него литой. Что касаемо оперативной памяти, подзагрузка интернета будет отлично, и не будет страниц постоянно сбрасываться и загружаться по новой. Восьмиядерный процессор как раз таки позволит быстро действовать в каких-то определенных задачах. Рассматривать тот же офис, да, работа с документами. Можно без проблем, без препятствия открыть, да, поработать, закрыть, передать файлы. Что касаемо второго ценового сегмента, а 10 тысяч и выше, очень большое количество смартфонов. Есть модели в стекле, они очень схожи между собой, также изящно выглядят. Как я могу смотреть, здесь и площадь рабочая на экране немножко побольше. Да, все верно, здесь как раз таки рамка будет более тоньше, которая как раз таки на экране. Здесь стекло не полностью, да, корпус, металлическая окантовка все-таки она здесь присутствует, что как раз таки защищать будет от падений. Насколько долго он держит батарейку? Процессор, как я понимаю, сильный. Здесь батарея очень мощная, что как раз таки позволит максимум полтора дня. У нас будет уже полтора дня с условием того, что уже будет использован интернет, то есть включен 4G. В соотношении цена-качество хороший, да, вариант? Да, я бы сказал, даже отличный вариант за свою цена-качество. Ну, а сейчас я могу вас пригласить как раз таки посмотреть третий ценовой сегмент. Третий ценовой сегмент, он для тех людей, кто работает в смартфоне. Около 90% рабочей поверхности, да, классический дизайн уже металла и стекла в сочетании. Камера, если рассматривать, у них как у очень хороших фотоаппаратов, да, снимают как днем, так и ночью. Плюс еще можно делать видеосъемку под водой. Безрамочный дисплей. У многих в работе возникают некие проблемы как раз таки с рамками, что неудобно передвигать то или иной текст. Здесь как раз таки уже будет 3D-дисплей, что, ну, позволит, не мешая работе, заниматься полноценно своим бизнесом. У этого телефона, конкретно у этой модели, очень хорошая матрица, как я понимаю. У данной модели более 17 миллионов цветов, что, опять же, позволит рассмотреть даже мельчайшую детализацию на фото, ну, и видео. Вы сказали, что на этом смартфоне самая лучшая камера среди всех смартфонов, что она лучше, чем на фотокамере. Да, конечно, это так, я не соврал. То есть для путешественников это вообще самое оно, потому что вы можете ехать, снимать слоумоушн-видео, как я понимаю, вы можете снимать под водой, в дождь, в снег, в метель там элементарно. Есть еще данные в смартфоне R-Emozi, фото со тем или иным изображением вместо своего лица. Ну, давайте попробуем. Что еще в этом телефоне примечательно? Есть, опять же, разблокировка по сетчатке глаза. То есть это еще и дополнительная защита, как я понимаю? Конечно. Так как сетчатка глаза у всех, она индивидуальная, это прям как в фильмах про Джеймс Бонда или что-то такое. Как он держит батарею? Потому что про андроиды очень часто говорят, что батарейка садится неимоверно быстро. Рассматривая данные модели, емкость аккумулятора, она увеличена 3000 мАч, что позволит даже с использованием интернета, его хватит на два дня без проблем. Без интернета до пяти дней. Сергей, спасибо большое за такую информативную беседу. Мы рассмотрели множество вариантов телефонов для разных ценовых сегментов и для разных возрастных категорий. Мне кажется, это прекрасно и людям нужно выбирать с умом. У нас как раз рубрика была об этом, это умные вещи. Ну и давайте в конце что-нибудь нашим зрителям пожелаем. Прежде всего, смартфон выбирайте для себя и для своих возможностей. Приходите в Эльдорадо и мы поможем вам сделать выбор. С вами была рубрика умные вещи. До встречи через неделю и хорошего вам дня. Друзья, мы продолжаем дальше утреннее шоу «Барабан». Яна Клатиева и Горьбялус. Говорим вам доброе утро. Ну и сегодня говорим про продвинутые поколения. Кстати, есть такая бабушка-диджей из Екатеринбурга, Нелли Николаевна. Она покорила ведущих центральных телеканалов своими треками и своими такими жаркими танцами. А вот, например, иркутянка Тамара Арова покорила область своей новой татуировкой в виде спортивного грифа и тем, что жмет от груди аж 52 килограмма. О, дает, а. Друзья, и после этого у вас еще остаются вопросы, зачем вашей бабушке новый смартфон. Кстати, именно с этим вопросом мы решили обратиться к нашим самым юным телезрителям. Бабушка-смартфон, это неожиданный вопрос. Не знаю, но моя бабушка часто пользуется смартфоном. Бабушка пользуется смартфоном не только для того, чтобы позвонить, но еще и одноклассники, там то-то-то. Я думаю, что для таких вот продвинутых бабушек они нужны для того, чтобы заходить в интернет. Может быть, инстаграм понадобится, я вообще не знаю. Внучкам звонить. Отслеживал, покушал внучок или нет. Наверное, бабушка втихаря играет в игры. Ну, в Counter-Strike, в Майнкрафт, не знаю, в Critical Ops, там, в Геометрии Дэш. Я не знаю, зачем еще нужен сенсорный телефон. Потому что звонить и писать можно с кнопкового. Нормально написать слово, а не цифры делать. Низачем. Ей надо телефон только, чтобы звонить. Ну, может быть, ставить будильник, ну, когда таблетки пить. Ну, чтобы говорить, логично. Если нет компьютера, то есть телефон. А если есть телефон, можно позвонить по Скайпу. Потому что на кнопочных телефонах нету Скайпа. Доброе утро, наши дорогие, юные, большие, самые лучшие в мире телезрители областного телеканала АЭС. С вами утреннее шоу «Барабан» Яна Калатеева, Игорь Бялус. И напоминаю, что сегодня уже на календаре 4 апреля. И самая середина первой недели, вот такой вот первоапрельский, дружный, хороший, веселый. Сегодня мы говорим о прекрасном возрасте, когда выросли внуки и дети. Мы говорим сегодня вот именно о том периоде в жизни, когда можно действительно начать что-то новое для себя. И этот период действительно становится для многих тем этапом, когда открываются новые горизонты. Совершенно с тобой согласен. Потому что можно, например, научиться говорить на другом языке и потом путешествовать по миру. Но все-таки занятия с языками лучше начинать с родного русского. Тем более, когда уже близится тотальный диктант, который пройдет в Иркутске 14 апреля. Так что предлагаю подготовиться к тотальному диктанту с нашей рубрикой «Говори правильно». Слова как люди. Некоторые живут тихо и размеренно, а у других жизнь полна приключений и авантюр. А бывает так, что одна буква вызывает такую бурю эмоций, что и человеку не снилось. Есть такая буква в русском алфавите. Коронованная, увенчанная двумя точками – это буква Йо. О ней и поговорим в постоянной рубрике «Говори правильно». С вами я, Олеся Коваленко. Буква Йо – одна из самых молодых в русском алфавите. Ей всего-то немногим более 200 лет. Родители у этой буквы – люди интеллигентные и весьма образованные. Мать – княгиня Екатерина Романовна, директор Петербургской академии наук. Именно она предложила ввести букву Йо в русский алфавит. Отец – Николай Михайлович Карамзин, так как он первым стал печатать букву Йо в своих книгах. Детство буквы Йо было прекрасным. Родители её лелеяли и пестовали. Но их не стало. И букву Йо лишили короны, обезглавили и стали открыто игнорировать. Но в 1942 году буква Йо была возвращена. Но сейчас кто во что гораст. А если задуматься вернуть букву Йо во все слова и всегда ставить эти заветные две точки, тогда не было бы ошибок в словах «свекла», «планер», «маневры», так как эта буква стоит всегда под ударением. Не экономьте на букве Йо и всегда старайтесь говорить правильно. До свидания! Доброе утро, дорогие телезрители областного телеканала Айс. В эфире утреннее шоу «Барабан» Игорь Бялоус и Яна Колотеева. Сегодня с вами в студии на календаре 4 апреля, среда. И сегодня мы говорим о самом прекрасном возрасте, когда ощущается вот эта вот внутренняя и внешняя свобода, когда можно делать то, что ты давно мечтал. Я считаю, что очень здорово, что молодежь, молодое поколение, молодые люди все чаще и больше внимания уделяют зрелому поколению. Ну и стараются сделать их жизнь ярче, интереснее, разнообразнее с помощью разных мероприятий и всяких мастер-классов. Например, многим известен проект иркутского визажиста Антона Воробьева «Ла Фам», в котором он преображает женщин 50+. Ведь некоторые из них только осваивают модельное дело, и для них услуги профессионального визажиста не просто роскошь, а необходимость. Слушайте, ну я предлагаю пригласить этих роскошных, прекрасных барышень в нашу студию и пообщаться с ними прямо вот здесь. Прямо все, мы готовы встречать. Ребята, я думаю, что сейчас многие из вас, на самом деле, будут слегка шокированы. Да, потому что мы уже видим этих замечательных барышень, а вы нет. Это на самом деле правда. Вот их бабушками назвать точно невозможно. Сегодня у нас в гостях Агния Шангина и Тамара Сташина, участники группы моделей элегантного возраста «Либерти». Доброе утро, девушки, прекрасные, замечательно выглядите и рады вас видеть у нас в гостях. Спасибо за приглашение. Слушайте, прямо они даже говорят, как-то так, знаешь, как-то вот кажется, что сзади чаечки сейчас полетят. И прыгнем мы где-то, слушайте. На теплоходе. Да, музыка играет. Потому что мы пришли в морскую коллекцию от Нины Макритской. И участвуем в показе именно в этих нарядах. У вас очень много коллекций и очень много показов. Я думаю, наверное, каждый иркутянин слышал про прошлогодний проект со шляпками. Расскажите, какие еще появились новые коллекции за этот год? Кроме шляпок, у нас еще есть коллекция «Бархатные платья», где у нас там даже мини-спектакль получается в бархатных платьях. У нас там часть наших участниц, они как бы зрители, часть выступает как артистки. Есть образы БДРа, там «Летучая мышь». И все это проходит как будто мини-спектакль. Часть зрителей сидит на сцене, часть зрителей сидит в зрительном зале. Но для этого нужно проявить уже актерское мастерство, потому что у каждого даже зрителя свой образ. Не говоря уже об образах тех, которые, допустим, даже БДР или из спектакля «Оперета» «Летучая мышь». Конечно, это нужно уметь уже показать, выразить свой образ. И поэтому у нас в студии идет обязательно актерское мастерство занятия. Не только по дефиле, но и по танцам, хореографии. Все серьезно. Фотопозирование, наверное, да, как в Леомодельном агентстве? Нет, позирование было на первом этапе. Ну, только позирование. Ну, фотопозирование, да, это тоже, в общем-то, искусство, оказывается. И чего мы до пенсии не занимались, не знали. Поэтому сейчас вот уже в зрелом возрасте, возрасте элегантном своем, мы научились уже всему такому многому и интересному. Ты еще не скажешь, что вы на пенсии, вот честно вам скажу. Нет, на самом деле мы пришли в модельное агентство именно, будучи на пенсии. Мы уже давно на пенсии. На жизнь, на людей, на какие-то свои, открыть свои способности для того, чтобы жизнь сделать свое интересное, красивое, радостное. Цель на участие вот в этом проекте у нас не только, что там как-то себя развивать. Мы хотим показать другим людям, которые выходят на пенсию, что жизнь на пенсии только начинается. Вообще, извините, что я вас перерываю сейчас, но вообще везде, в Европе, на Западе, наоборот, люди на пенсии, как раз они работают, работают на пенсии. Начинают отдыхать. Они начинают отдыхать, да. Жить для себя у нас почему-то как-то наоборот. Хорошо, что вот есть вы, можно на вас посмотреть и взять хорошие деньги. Проекты именно в этом, чтобы вдохновить людей. Тех, кто сейчас работает, но боится пенсии и, в общем-то, трудится. Тех, кто уже на пенсии привлечь как-то. Что есть. У нас, кстати, Иркутск такой креативный город. Здесь очень много возможностей. У нас вот эта старость в радость, хороший проект, через который очень много людей прошло. Тоже у нас будут гостями в этой программе. Администрация города, нужно выразить действительно большую благодарность за этот проект. Так внимательно относятся к людям, которые уже ушли на пенсию, понимают, что они должны чем-то заниматься, чем-то увлекаться. Конечно, дома же скучно сидеть. И рисовать у нас можно. Кстати, Тамара увлекается живописью. Когда пошла на пенсию, я закончила, ну, закончила так, три года училась в школе до Винчи, в живописи. До этого я вообще не рисовала. Участвовала в выставках, заняла даже второе место. Здорово. Здорово. Здорово, Людь, я знаю, что, Агния, вы поете потрясающе. Ну, я... Человек каждый талантлив. Да, пою, и действительно, вот у каждого свой способ выразить, да, украсить свою жизнь. Вот у меня, например, я действительно окучила музыкальную школу. В детстве увлекалась пением, но во время работы своей, конечно, не могла это все реализовать. И я на пенсию, да, с удовольствием пою, с удовольствием могу дома теперь часами играть, открыв крышку фортепиано, да, чего раньше не удавалось. И даже какие-то успехи появились. Так что и в вокале могу, да, сказать? Конечно. Конечно. И по вокалу в декабре прошлого года меня пригласили участвовать в конкурсе «Жемчужина России» по эстрадному вокалу. Была номинация, я выступила, было очень строгое жюри из Москвы, и немножко, может быть, было, конечно, какое-то волнение, но еще, что я была там самая возрастная. Ну, думаем. Самая элегантная, я бы сделала пометочку. Вот, но в конце концов, когда пригласили на вручение, мне вручили грамоту о том, что я стала лавриатом этого конкурса. Там номинации от 26 лет. Давайте, все, у меня даже слов нет, на самом деле, я смотрю на вас и восхищаюсь. Ну, да, я говорю, ну, был он на год старше, чем ребятишки по 25 лет, которому ничего страшного. Конечно. Тамара, а вы чем занимались до того, как пошли в модельное агентство, в жизни, может быть, детали? Я вообще инженер-строитель по образованию. Я, ну, большую часть жизни занималась проектированием. Я закончила, ушла на пенсию главным инженером проектов. И очень много объектов, построенных по моим проектам, ну, по нашим проектам, под моим руководством, на Восточно-Сибирской железной дороге. Вот вокзалы, вокзалы в Вихаревке, да, вокзал в Нижнеудинске был вот мой первый проект. Ну, что ли, проезжал себе. Да, это вот мой проект, на котором я работала главным инженером, отвечая за все принятые решения. Существует, приятно, когда проезжаешь на вот... Да, конечно, приятно. И гидростроитель, да, его? И гидростроитель в том числе. Да вы что? У меня там живут дядя, даже двое детей, говорю. Двое детей, да, пользуюсь положением, брача нам всем тоже приятно привет. Ну, я уже давно этим не занимаюсь, я уже 10 лет на пенсии. Я поставила точку и решила, что нужно заниматься чем-то для себя. На то, что всю жизнь не хватало времени, дети выросли. Времени свободного стало много, и поэтому вот свобода... Гидростроитель говорит, свобода не купишь. Да, это... Это самое золотое время. Ну, правда, самое время, чтобы сожду. То, что называется, это сладкое слово, свобода. Барышня, вот можно у вас спрошу, вот домашние ваши, родные, да, вы говорите, дети выросли, там, и так далее, да. Что они говорят, типа, там, не знаю, мама, там, или родная, или, или, там, кто-то говорит, бабушка хотела, бабушка не поворачивается, мне язык назвали. Ну, внуки есть, да. Ты что, с ума сошла? Ты сиди лучше дома. Или на оморок говорится. Давай мы где-нибудь будем ходить, зачем тебе это? Нет, конечно, поддерживает. Поддерживает меня, дети гордятся, муж поддерживает, конечно, занимайся, ходи, полная поддержка, очень приятно, да. Потому что я сама, честно, горжусь своей бабулей, что она у меня ходит, занимается скандинавской ходьбой, и утром меня будит, когда уже сходила, там, на пробежку на какую-нибудь, или на фитнес бегала в тренажерный зал, это, правда, здорово, что вы этим занимаетесь. Большая молодец ваша бабушка, и передайте ей большой привет от нас. Бабушка, привет! Вы-то во все города, вы-то, 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 вы-то. Кстати, я тоже занимаюсь скандинавской ходьбой по утрам, это... Вот, коллеги, да. Кстати, вообще, как обстоит день, вот, человек, который на пенсии, будем говорить, да, вот, живет так красиво, так ярко, прям, заражает всех своих примеров жизненной энергии. Как он обстоит, вот, вообще, поскольку вы просыпаетесь, и вот, весь день. Вообще, на самом деле, каждый день расписано, просто, если кто-то приглашает, или договариваешься встречи, просто берешь свой дневник и начинаешь смотреть, так, во столько-то занято, во столько-то я иду, действительно. Там, на актерское мастерство, на фитнес, на вокал, на скандинавскую ходьбу мы, кстати, с Тамарой вместе занимаемся. Какие день, практически, скандинавская, просто сейчас, вот, грязно, я как-то перерыв сделала, потому что ходить очень... А так, в принципе, каждый день, практически, скандинавской ходьбой, два раза в неделю я хожу на фитнес. Вот, один раз в неделю мы ходим в нашу студию заниматься, причем у нас тут, и, как мы говорили, хореография бывает, и дефиле, и тоже такой фитнес. Дефиле, кстати, действительно фитнес, потому что есть координация, и умение держать спину. И нагрузка на ножки, на какую-то... Да, нагрузка, да, 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 ну, это очень интересно, мы очень любим выходить на подиум, нам это очень нравится. Как часто у вас показы происходят? Наверняка, как у любой модели профессиональной, каждую неделю точно хоть один выход на подиум, да, есть? Нет. Ну, не так часто, но все-таки нас приглашают на, во-первых, опять же, администрация города приглашает на свои мероприятия, и завтра у нас, кстати, вот участие в мероприятии, не завтра, а послезавтра, да? Не завтра, мы перед бабушками главных. А, да-да-да, то есть завтра, послезавтра, да. Нет, почти неделю, ребята, ну, это просто так получилось, вот здесь, это время. Но раньше мы часто ходили, вот мы ходили, представляли одежду разных фирм, но сейчас с кризисом стало меньше, видимо, предложений. Приглашали даже и кубки и магазины, на самом деле, и вы знаете... Инстаграм есть у вас? Инстаграм есть. У меня нет. Нет, а лично у нас? Нет, вообще есть. По Либерти есть, по Либерти есть, если вы берете в интернете Либерти, то там действительно... Что можно было следить, отслеживать, как у вас. Там у нас сидят. А ваши личные странички в социальных сетях, наверняка, чем вы пользуетесь? Нам некогда. Нам даже... Это ж... Ну, сколько день-то распис? Я... И просто мне как... Жалко времени, честно говоря, в сетях сидеть, тратить время на все. Вот, ребята, послушайте, что вам говорят старшие люди. Правда? Потому что есть у нас люди, которые начинают дружить, вот та, закалывая. Я полностью вас поддерживаю, которые хотят общаться здесь, общаться здесь сейчас, они по телефону. Как дела у тебя? Вы знаете, многие боятся, уйдя на пенсию, что выпадают из социума, выпадают из коллектива. А на самом деле мы обрели очень интересных людей. Да. В студии занимается, ну, человек, наверное, 50-й. Вы просто сняли, я всю беседу хочу спросить, как много вас в коллективе. У нас сейчас студия около, уже к 50-ти человек. Все, и все бабушки, бабушки гламур, все женщины элегантного возраста, все на самом деле настолько хороши, и каждая по-своему. Причем все интересные женщины. А кто-то занимается? У нас вот равнодушных просто, или которых там как-то притянули. Нет. У нас все идут с желанием, и занимаются с желанием, и ходят с желанием. У нас, конечно, конкуренция такая. Что в кире есть? Нет, ну, она у нас, скажем, по-доброму. Добрая такая. Да, ну, просто вот эта конкуренция стимулирует каждую женщину следить за собой. То есть там с Петром на Николаевне каблучки не подпили. Нет, нет. Просто мы друг на друга смотрим, и вот многие же женщины боятся, что вот я выйду на пенсию, буду ходить только в халате. Все, да. И буду, да, вылазить. Вот это вот занятие в этой студии нас стимулирует, да. Мы друг перед другом стараемся держаться. Девушки, последний вопрос. Как к вам можно попасть? Нужно ли какой-то кастинг проходить, как во все модельные агентства, или можно просто прийти и начать с вами дружить, и тоже жить в свое удовольствие? Ну, мы, например, попали в модельное агентство через проект «Бабушка Гламур». В этом проекте участвуют в Макритске Нина и Ольга. Сестры Макритска. Да, Нина Макритска – это иркутский дизайнер, и она, как бы, видимо, все-таки подбирает за тем уже по окончании курсов каких-то таких интересных людей, у которых, главное, есть желание. Да, главное желание. И сейчас можно, я думаю, прийти и без «Бабушек Гламур» прийти. Главное, что было желание. Была маломальская координация. Вот так смотрит. Ну, а, в общем, главное – желание. Ну, а насколько мы изменились? Я на самом деле чувствую такие изменения, даже внешние, потому что ты становишься, ты уже имеешь возможность следить за здоровьем. Во-вторых, мы сменили полностью свой имидж. То есть я выбросила весь гардероб, который у меня был до работы. На работе, да. Так как была, я работала на государственной службе, была одежда соответствующая. Вот сейчас у меня нет ни одной офисной одежды. В общем, в принципе, можно говорить о том, что на пенсии жизнь не заканчивается. Она только начинается. Нет, это очередной этап жизни. Надо просто свою жизнь делить на этапы. И ставить цели какие-то. У нас все, мне кажется, предлагаю прямо, вы только что подвели всему. Все наши беседы очень хорошие. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И всего-всего самого доброго. Вам тоже всего доброго. Ну и всем залог благолетия и здоровья именно в активной жизни. Спасибо. Это точно. Спасибо. Доброе утро, друзья. С вами утреннее шоу «Барабан». Яна Клатиева, Игорь Бялоус. Напомню, что среда уже на дворе. И уже вовсю апрель идет четвертое число сегодня, между прочим. Так-то, да. Ну и как говорится, тем более весной. Любви все возрасты покорны. И ведь, правда, нигде не указаны цифры. Когда же нам нужно начать радоваться жизни? Поэтому это делать можно в любом возрасте абсолютно. Согласен с тобой полностью. Конечно, больше улыбаться, потому что не зря, наверное, говорят, пусть это будет банально, но улыбка, она продляет нашу с вами жизнь. Именно для этого сейчас мы улыбчивую Александру Малых специально пригласили сегодня, но не в студию. А снова провести ее рубрику «Включайся», чтобы каждый из вас сегодня утром обязательно улыбнулся. Доброе утро, друзья. Привет тебе, тебе и тебе. С вами Зимник Евгений. И сегодня на просторах интернета мы столкнемся с настоящими профессионалами своего дела. Я даже не представляю, сколько лет работы за спиной у этого парня, но он точно мастер своего дела. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь представьте, что происходит, когда у гения фотошопа много свободного времени. Представили? А мы вам это покажем. Субтитры сделал DimaTorzok И вот вопрос, что же делать, если вам нужно забить гвоздь, а он на потолке, а стремянки под рукой нет. Нужно просто позвать профессионала. А напоследок немножко прекрасного. Человек, которому не приходится думать, что же подарить любимой на 8 марта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если у вас есть интересные ролики, которые вы хотели бы увидеть в нашей рубрике, отправляйте их вот сюда, а также ставьте лайки, хотя бы экрану телевизора. И до новых встреч в рубрике «Включайся». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, наши дорогие друзья. Ян Клатил и Игорь Бялус. Сегодня 4 апреля, среда. Мы сегодня говорим о прекрасном возрасте, о зрелом возрасте, о ярком возрасте. Как бы кто ничего такого не говорил. Ну вот интересно, что по человеку порой просто невозможно сказать, сколько ему лет. Если даже не помнить наших утренних гостей, действительно смотришь на них, и, ну, бабушками их действительно язык не поворачивается просто назвать. Они абсолютно молодые и прекрасные девушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно, что возраст определить точно невозможно. Если у дерева, да, можно определить возраст по кольцам. А потом, где север, где восток, тоже, кстати, можно по деревам определить. Кстати, да, по количеству колец Юля в мастерске определяет, сколько лет девушка уже находится замужем. Да и вообще, Юля у нас талант на всякого рода предсказания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, друзья мои. В эфире рубрика «Астропрогноз» в студии Юля Кожевникова. Сегодня среда, 4 апреля. Можно сказать, что весна в самом разгаре. Теперь с каждым днем погода будет становиться все теплее, а пейзажи за окном красивее и зеленее. Чем будет отмечена середина недели, узнаем из гороскопа. ОВИН. Покупка недвижимости в первую декаду месяца должна быть особенно благоприятной. Ремонтные и строительные работы отнимут минимум сил и времени, если будут начаты в этот день. Телец. Вам непременно нужно двигаться, заниматься доступным спортом. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать пешие прогулки. Близнецы. Сегодня вы можете быть уверены в своих силах, но будьте осторожны. Эта убежденность может перейти в самоуверенность. В это время постарайтесь решить как можно больше острых проблем, особенно финансового характера. Раки. Самочувствие отличное, вы энергичны и полны сил. Вам необходим выход скопившейся энергии. Самое время заняться танцами, бальными, арабскими, индийскими. Выбирайте то, что вам по вкусу. Лев. Звезды. Поддерживают любое общение. Если вы попросите о помощи или выступите, с предложением вам не откажут. Удачным окажется выход свет в новом имидже. Вы заметите, что на вас обращают внимание чаще, чем прежде. Дева. Несмотря на то, что вы со своим партнером внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Весы. Вас переполняет жизненная энергия. Особенно успешны дела с зарубежными партнерами. Дальние поездки. Скорпион. Многие захотят заняться обустройством квартиры, дачи или гаража. Однако не все ваши нововведения будут восприняты близкими с пониманием, особенно если вы станете слишком упорно навязывать их. Стрелец. Важную роль в жизни стрельцов сегодня будут играть отношения с родными. Их советы станут решающими в вопросах обучения, личных отношениях и контактах. Козерог начнется странный, таинственный и загадочный период, где он символизирует духовные поиски, во что верить и кому верить. Водолей в конце месяца возникнет определенное непонимание с романтическим партнером, по той причине, что у вас слишком разные интересы. Не стремитесь через силу угождать, изображать участие в любимых занятиях своего партнера. Рыба. Сегодня наиболее удачный момент для общения с близкими и родственниками. Вечер. Хорошо провести наедине с любимым человеком. При встрече не жалуйтесь на жизнь, а лучше обсудите положение дел и реальные способы выхода из сложных ситуаций. Это все о звездах на сегодня. Желаю вам удачного продуктивного дня. Всего доброго и до скорых встреч. Жене Любовникову на роду написано «Покорять сердца женщин». И единственное, пока у него этого не получается. Но мы в него верим, у Жени все обязательно получится. Именно, наверное, поэтому его подкармливают все пирожками и учат по-отечески ходить по театрам, по музеям, по разным кинотеатрам. А все почему? Потому что Евгений ведет нашу рубрику «Афиша», а он точно знает, куда пригласить девушку, например, на свидание. Например, в музей или еще куда-нибудь. В общем, обо всем подробно Евгений с теперь героической фамилией Любовников. Доброе утро, жители Иркутской области. Даже не верится, что еще несколько десятилетий назад люди не имели такого широкого доступа к телевидению и интернету. Зато сейчас каждый желающий может включить утреннее шоу «Барабан» и прослушать о мероприятиях на вечер. С вами рубрика «Афиша» и я ее ведущий Евгений Любовников. В драматическом театре имени Ахлопкова сегодня покажут спектакль «Халам Бунду» по произведению Юрия Полякова. Действие происходит в 90-е годы, в постперестроечный период. По сюжету в квартиру профессора сравнительной мифологии врывается новый испеченный бизнесмен. Он прячется от бандитов, цели и задачи которых, думаю, можно даже не объяснять. Сам новый русский также не чист на руку. Он берет в заложники профессора и его семью. Теперь в небольшой квартирке должны ютиться представители разных слоев общества и разных моральных устоев. Всем героям придется переосмыслить свои ценности и по-другому взглянуть на своих врагов. Что из этого выйдет, узнаем сегодня вечером. На камерной сцене драматического театра сегодня покажут спектакль «Очень простая история». История действительно не вызывает сложностей в своем понимании. Это легкая и местами очень грустная постановка о любви к окружающим, родственникам, друзьям и даже животным. Именно через отношения людей и их четвероногих друзей зритель и понимает основную мысль спектакля. Всех домашних животных играют люди, и сыгранных зверушек на сцене будет даже больше, чем человеческих лиц. Понятная мораль и хорошая теплая атмосфера – это то, ради чего стоит идти на спектакль. На сцене театра юного зрителя сегодня покажут спектакль гастролирующего Черемховского драматического театра «Весна на Заречной улице». Целую неделю со 2 по 7 апреля черемховцы будут радовать зрителя своим творчеством. Но это не повод тянуть с походом в театр до завершающего дня. К тому же сегодняшним вечером покажут постановку по культовому советскому фильму. Создатели спектакля решили по-новому взглянуть на старый фильм, посмотреть, как он будет выглядеть на сцене. В итоге романтическое настроение, наступающие новые эпохи перенеслось в стены театра. Любимые герои, знакомые цитаты и, конечно, легкое дуновение счастья, о котором стали забывать. Все это можно увидеть и почувствовать сегодня вечером. В Rock'n'Roll Pub'е сегодня состоится презентация нового альбома молодого рэпера Флэша. Артист не выделяется эпатажными костюмами или деталями внешности, не унижает своих коллег по цеху в песнях, а просто читает рэп о себе и своем окружении. Флэш совсем недолго выступает на российской сцене, поэтому база его фанатов еще не так велика. Но при этом с каждым концертом она увеличивается. Этапи уже побывал в некоторых городах Сибири. Его выступления там прошли очень ярко и очень энергично, что дает надежду на впечатляющее шоу в нашем городе. Если вы с пренебрежением относитесь к новым именам, то Флэш это тот случай, когда нужно оставить в стороне все свои предостережения. В кинотеатрах сегодня показывают фильм «Я сражаюсь с великанами», снятый по одноименному комиксу. Девочка Барбара открывает себе удивительный дар. Она видит, как в наш мир проникают злобные великаны. Эти чудовища уже давно существуют на нашей земле, но только сейчас они выходят из своих убежищ. У главной героини проблемы с сестрой, а школьная учительница никак не хочет верить подростку с недюжиной фантазией. В итоге к финалу все оказываются шокированы происходящим. Фильм не получил большой рекламы, но тем не менее метафорическая лента о взрослении, непонимании и юношеском одиночестве должна найти своего зрителя. Не так часто выходят достойные фэнтези для подростков, которые еще и несет в себе скрытый смысл. На этом у меня все о мероприятиях на сегодня. До скорых встреч! Как говорится, у человека три возраста. Детство, молодость и возраст, когда вы сегодня чудесно выглядите. Так что будьте всегда, друзья, молоды, активны. А для вас сегодня ввели эту программу. Детство, молодость и чудесно выглядите. Увидимся обязательно, но уже через буквально денечек. В пятницу, друзья, мы будем рады вновь проснуться с вами вместе на областном телеканале Аист. Кстати, друзья, если вдруг вы не успели посмотреть программу или хотите ее пересмотреть еще раз, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте обязательно. Ну, ставьте лайки, в общем, пишите добрые слова обязательно. Ну и еще раз можете пересмотреть нашу программу утреннего шоу «Барабан». Мы уже с вами говорим «До свидания!» Увидимся через день. Помаши всем ручкой. Пока! Ну и самое главное, друзья, если у вас возраст 50+, не отчаивайтесь. Вы сегодня видели замечательных, достойных людей, мне кажется, которые заразили нас примером. И даже тем, у кого возраст чуть поменьше, мне кажется, должно стать стыдно, что мы иногда раз и так растрачиваем время. Растраиваемся, да, из чего-то. Или просто сидим дома и ничего не делаем. Друзья, давайте жить активно. Так что возраст прекрасен, и всегда нужно радоваться жизни. Ну все, теперь мы все сказали, друзья, вам. Давайте мы будем стучать. Но ровно через денек увидимся. Пока!